Завтра я хочу себе купить нунчаки. Я хочу накуриваться и уметь крутить нунчаки, как Ник Диас. А ты видел видео, как он ими орудует? Не, дом посмотрел. Чувак, да он охуенен с этими нунчаками, да и вообще он охрененный пацан. Ник Диас в очередной раз приковал к себе внимание СМИ и в интернете активно мусолится тема его возвращения. Он не дрался уже около пяти лет, но даже несмотря на такой длительный простой, каждый второй боец дивизиона уже бросил ему вызов, рассчитывая получить свою минуту славы и хайпа. В каком состоянии вернется Ник и вернется ли вообще большой вопрос, так как даже в последнем бою с полком он не был похож на себя прежнего, хотя когда-то он по праву считался одним из лучших полусредневесов мира и одним из самых ярких бойцов страйкфорс. Именно эту часть его карьеры мы сегодня и вспомним, но перед началом позвольте сообщить хорошую новость. Компания Великорос начала выпускать вариации своей спортивной одежды с настоящим русским колоритом. Вся продукция гигроскопична, гипоаллергенна и обладает высокой воздухопроницаемостью. Модели спортивных костюмов пошиты с глубокими вместительными карманами и прочными оригинальными застежками, которые надежно сохранят содержимое в любой ситуации. Уже сейчас спортивные костюмы Великорос можно приобрести от 44 размера до богатырского 62, и все это по ГОСТу РФ. Ребята лишний раз доказывают, что вещи, сделанные в России, могут быть ничем не хуже европейской и американской брендовой продукции, а в чем-то даже их превосходить. Так что кому интересно, ссылка будет в описании. В феврале 2007 Ник провел свой первый и единственный поединок в Прайде, который получился по-настоящему ярким. Это была мисс Рубка с лучшим легковесом Прайда Таканори Гоми, которого Диас удосрочил гагоплатой. Но эту эффектную победу немного омрачила экспертиза после поединка, которая показала, что Диас вышел на бой в Хламину на Куриным. За этот проступок он был лишен победы и поединок получил статус не состоялся, а также Нику урезали гонорар и впаяли полугодовое отстранение. Ха-ха-ха. Диаса был остановлен. Лишь в середине раунда Ник с 55-й попытки сумел затащить соперника в партер, но гаваец по нестареющей классике встретил его коленом и открыл рассечение. Тем вечером у Ника были большие проблемы и очень мало что получалось, так как Нунс был лучше в стойке и не позволял перевести себя в партер. По такому сценарию прошел весь раунд, а по его итогу бой был остановлен из-за того самого рассечения. Так что Кей Джей стал чемпионом в легком весе Elite Extreme Combat, а Ник, покидая арену, размахивал средними пальцами и показал, что он думает по поводу такого решения. Свой следующий бой Диас сумел провести только лишь спустя полгода. Он отправился в японский дрим и сразился с Кацуэй Ноа. Сверхагрессивное начало от Ника, который гоняет японского бойца по рингу и разбивает своими излюбленными многоударными сериями, которые хоть и не наносят большого урона, но создают накопительный эффект и доставляют японцу большие неприятности. Это можно было прочесть по его выражению лица и остановкам рефери для оказания помощи японцу. Под конец раунда размен становился все более открытым, и в этой игре не каждый мог стоять на равных с Ником Диазом. Так случилось и с японским бойцом, который нахватал просто огромное количество плюшек. А при той гробовой тишине японской арены, каждый удар Диаза в голову был слышен даже на самом дальнем ярусе. Одна из таких серий Ника по-особенному не зашла в головы японца, и они выбросили полотенца, решив сохранить парню здоровье. Так что на этот раз Диаз довольно удачно сгонял в Японию, и вернувшись обратно в Америку, вышел на бой с Муксином Корбри, которого финишировал в третьем раунде, забив его в партере. После этого Ник выступил на турнире Элита в родном Стоктоне, где его поддерживали особенной атмосферой, и он просто не имел права на ошибку. Его соперником стал ветеран Томас Дэнни, который шел на рекорде 26-16, и он входил в черный список Ника, который не любил модников с накрашенными волосами и ногтями, а Томас был именно из этой банды. Дэнни, видимо, решил взять Ника нахрапом и обрушил на соперника все, что у него было, так что первая половина раунда осталась полностью за Томаса. Но Диаз выдержал стартовый натиск и, переключив передачу, изменил ход поединка. Он поджал Томаса к сетке и принялся мять ему ливер, разбивая корпус, а затем включил на максимум свой особенный бокс, гоняя бедолагу по клетке и выписывая ему лайтовые удары в огромных количествах. В концовке раунда Диаз раззадорил публику не на шутку, так как был очень близок к финишу Дэнни, но тот выстоял, правда совсем ненадолго. В начале второго раунда Ник провел затяжное комбо и сумел финишировать Томаса, а после боя передал привет Фрэнку Шемруку, в котором вскоре их пути пересекутся. Набравший обороты Диаз должен был сойтись в реванше с Кейджей Нунсом, так как этот бой имел смысл. Но Ник перешел в страйкфорс и в апреле 2009 был организован тот самый поединок с Фрэнком Шемраком. Напряженная пресс-конференция и традиционные жесты уважения от Ника, который рвался поскорее пустить в кровь легенде. При этом Фрэнк не дрался уже год, а свой последний поединок он проиграл еще одной звезде страйка Кангу Ли. У этого боя была еще одна небольшая предыстория. Ник Диаз один из тех, кто считает команду своей семьей и всю карьеру он тренируется под началом Цезаря Грейси, который провел всего один профи-бой как раз таки против Фрэнка и был жестко нокаутирован тем вечером. Так что этот факт, я думаю, также сыграл свою роль и Ник хотел мести. Фрэнк с самого начала боя не может нащупать свою дистанцию, а Ник чувствует себя хозяином клетки. Он провоцирует Фрэнка и хорошо контратакует, а затем переводит соперника в партер. В свое время Шемрокс обмитил и не таких монстров, но Ник в партере чувствует себя более чем уверенно, и это был еще один эпизод, который забрал Диаз. Ник продолжает давить и перебивать Фрэнка в стойке, подразнивая и кривляясь. А в концовке раунда так и вовсе Шемроку было не сладко. Диаз уселся в маунт и устоил беспощадные добивания с обеих рук, но финишировать соперника он не сумел. Во втором раунде картина мало чем отличалась. Диаз продолжал наступление и разбирал Шемрока на запчасти, а легенда просто не мог найти ключи к победе над молодым и голодным Диазом. Так что тем вечером Ник был лучше Фрэнка просто во всех аспектах, и Шемроку оставалось рассчитывать только на счастливый случай, но все указывало на то, что его не произойдет. В концовке раунда Ник пробил по корпусу и видимо попал в травмированное ребро, с которым Фрэнк вышел на поединок. Ну а далее добивание в партере и остановка Джона Маккарти. Хоть Ник и газовал на Фрэнка перед схваткой, но по ее завершению помог ему встать и проявил большое уважение. А этим поединком Фрэнк Шемрок закончил карьеру и повесил перчатки на гвоздь. Что касается Ника, то он провел бой со Скоттом Смитом, которого задушил в третьем раунде, и затем получил долгожданный титульный шанс в полусреднем весе. В то время в Страйкфорс пояс был вакантным, и вторым претендентом стал чемпион организации Дрим Мариус Заромскис, который шел на рекорде 13-3, и большинство своих боев он заканчивал досрочно. Агрессивное начало на встречных курсах, и после парочки разменов Ник решает сменить обстановку и перевести соперника в партер. Но Мариус хорош в защите, а Ник в импровизации. Он контролирует соперника в клинче у сетки и наносит десятки ударов по бедру, засушивая ногу. Мариус взрывается с серии и роняет Диаза, но для Ника упасть в нокдаун так же обыденно, как попасться на травки. Так что он моментально восстанавливается, и сам уже начинает гонять Мариуса по клетке, всаживая ему в голову смачные двойки. Огненная концовка раунда, и Мариусу досрочен. Диаза оформляет красивый нокаут и становится первым чемпионом страйкфорс в истории полусреднего веса. А эта победа стала уже шестой подряд, при этом все были добыты досрочно. Ник сгонял в командировку в Дрим, где засобмитил еще одного серьезного бойца из Японии, Хаято Сакурая. А по возвращению произошел один из самых известных неспортивных замесов, когда команда Ника нахлобучила толпой Джейсона Миллера на одном из турниров страйкфорс. Но для братьев Диаз подобные потасовки являются делом привычным. В разное время они также сцепились с командой Хабиба и бросались бутылками в Коннора. Когда этот инцидент с Миллером замяли, Диаз провел свою первую защиту пояса против Кейджей Нунса, которому Ник очень сильно хотел вернуть должок за досадное поражение. Нунс перед боем обещал снова избить Диаза, но тем вечером ему не повезло, и Ник забрал победу единогласным решением судей, сохранив свой пояс чемпиона. Через три месяца после триумфа над Нунсом Ник получил следующего претендента, киборга-евангелиста Сантоса, который выходил в клетку всегда с одной целью – вырубить своего оппонента. Ну а если и не вырубить, то хотя бы хорошенечко зарубиться. В этом киборг знал толк. Киборг стартует с хайкика, а затем начинается уничтожение ног Диаза. Сантос вколачивает страшнейшие лоу-кики, на которые у Ника пока что не было ответа. Так что первая половина раунда уходит к киборгу, а в зале висит вопрос, почему Диаз их терпит и не пытается перевести рубаку вниз. Во второй половине раунда ситуация меняется в корне. Диаз болтанул киборга и завел свою шарманку. Клинч у сетки и множественные серии не самых сильных ударов, но судя по виду Сантоса, он их принимал слишком близко к сердцу, а в концовке раунда и вовсе заметно приуныл. Так что уходя на перерыв, киборг уже хотел домой, а Диаз только разогрелся и жаждал крови. Начало второго раунда, и Ник провоцирует киборга вкладываться в каждый удар еще сильнее, но Сантос своими лоу-киками никак не может замедлить этого дерзкого живчика. Подуставший бить Диаза киборг решил под конец раунда провести тейкдаун, но этот ход стал для него роковым. Ник оказался на спине, а рука Сантоса в рычаге, армбар от Диаза и бразильский рубак остановлен. Ник в этом поединке получил просто огромный урон, но все равно прошел неугомонного Сантоса, не мытьем, так катанем. Ну а кто желает поближе познакомиться с бразильским нокаутером, ссылка на мой обзор будет в описании. После зачистки киборга, Нику предстоял вызов еще более опасный в лице Пола Дейли, в то время одного из самых жестких нокаутеров полусреднего веса Strikeforce. Поединок получил отличную раскрутку, и Пол всех уверял, что Ник не рискнет пойти с ним в размен как с тем же киборгом и полезет бороться в партах. Но Ник, как всегда, пошел против системы и удивил фанатов, устроив настоящую драму, днившуюся всего один раунд. Этот раунд был признан лучшим в 2011 году и один из лучших раундов в истории, в котором событий хватило на пару поединков вперед. Ник начал бой с кривлянией и провокацией, но уже на первой минуте Дейли был близок к тому, чтобы его за это прикончить. Но что характерно для Ника Диаза, этот парень ломом подпоясанный, прошедший огонь, воду и медные трубы, так что Диаз выжил, а затем и сам заставил Дейли идти в борьбу. Пол попадает своим левым хуком и отправляет Ника в нокдаун, а затем идет длинная серия добиваний, но Диаз уже в порядке и бой продолжается в стойке. На последних секундах раунда Диаз одним из ударов сбивает Дейли ориентиры и Пол падает на канвас, после чего его добить было просто делом формальным. Ник не оставляет полушансов и в этом искрометном раунде совершает крутейший камбэк. Эта защита пояса была последней и Ник стал первым бойцом страйкфорс, который трижды отстоял титул в полусреднем весе и на волне успеха он размышлял над тем, чтобы принять вызов в профессиональном боксе. Также на горизонте маячил молодой проспект в лице Тайрона Вудли, но Ник оставил титул и все остальные затеи и во второй раз отправился в UFC. По прибытию все пошло не так гладко. Ник побил Биджей Пэна, проиграл велогонку Кандиту и был разобран Сен-Пьером. Ну а далее бой с пауком, марихуана и пятилетний простой. Так что большой вопрос, в какой форме вернется Ник Диас, но это один из тех бойцов, который в молодые годы показывал настоящий экшен и его бои всегда было интересно смотреть. Как думаете, с кем может подраться Диас по возвращению и с кем вы бы хотели увидеть его бой? Пишите свои мысли в комментариях. А также, если видео вам понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы всегда оставаться на связи и не пропускать свежие выпуски. Субтитры сделал DimaTorzok